Сегодня в выпуске конкурс школьных агитбригад. Труженик тыла отмечает 95-летний юбилей. День Победы Перед началом конкурса управляющий делами администрации Максим Николаевич Иванов вручил юбилейную медаль 70 лет победы в Великой Отечественной войне ветерану Лилии Емельяновне Болдыревой. Данная юбилейная медаль 70 лет победы в Великой Отечественной войне учреждена указом президента и согласно данному указу вручается от имени президента Российской Федерации. И для меня большая честь сегодня в этот день в рамках проведения данного мероприятия гидбригада Салют Победы вручить данную юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны. Вручить ее от имени президента, от имени городской администрации. Тому человеку, который пережил все тяготы и лишения войны, который видел все это воочию, нам с вами не понять, что это такое война. И дай бог мы с вами не поймем, благодаря им не поймем, что это такое. Но мы должны всегда, из поколения в поколение, передавать память об этих людях, о тех подвигах, которые они совершали ежедневно. Указом президента Российской Федерации юбилейной медалью 70 лет победы в Великой Отечественной войне награждается Болдырева Лилия Емельяновна. В каждом Десногорском образовательном учреждении создана агитбригада. Агитбригада – это творческий коллектив, выступающий по различной тематике и затрагивающий в своем выступлении актуальные проблемы своего времени. Темой конкурсного мероприятия, которое состоялось в актовом зале Дома детского творчества, было 70-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Задача ребят была показать в своем представлении отношения нашей молодежи к истории Великой Отечественной войны и осветить работу своего образовательного учреждения по военно-патриотическому направлению. Творческие коллективы приложили максимум энтузиазма и театрального мастерства в своем выступлении. На сцене звучали стихи и песни о войне. Были показаны сценки на военную тематику и затронуты острые проблемные темы. Иногда я задаю себе вопрос. У всех ли есть сердце? Врачи говорят – у всех. Так считает медицина, наука, которая не может объяснить, почему фронтовика начинает щемить сердце, когда он видит, как мальчишка, родившийся через много лет после того, как отгремели последние раскаты войны, меняет боевые медали своего деда или просто продает их. Работа жюри, которая оценивала выступление ребят, была нелегкой. Ребята подготовились замечательно, но тем не менее первое место заняла агитбригада школы номер один. Второе место разделили творческие коллективы Дома детского творчества и школы номер два. И последнее место было отдано агитбригадам школы номер четыре и три. Дома детского творчества Секретарь городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Людмила Александровна Захарова – представители местных средств массовой информации. Мы таким дружным, разношенцем коллективом пришли все вас поздравить. Поздравить много раз. Во-первых, поздравить с юбилеем. Огромное спасибо. Да, потому что 95 – это, конечно, для меня какой-то фантастический возраст. И не только для меня. Здесь вот к моим словам благодарности и поздравления с вашим днем рождения. Пожелания вам, конечно, здоровья, доброты сердечной со всех сторон. Не только от родных, но и от всех людей. И я думаю, что больше, чем я, добрых слов вам сказал президент Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вам поздравления с днем рождения. Так совпало, что в ваш юбилей я бы хотел вам вручить медаль 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Она утверждена указом президента, как раз к этой юбилейной дате. Здесь вот удостоверение именное. Валентине Петровне Клеповой. Минная медаль. 70 лет победы. Хотел бы поблагодарить вас. Уже, Владимир Викторович. Я, конечно, присоединяюсь ко всем гречу с каждым словом. С юбилеем вас. В принципе, конечно, 95 лет – это каждый год, это юбилейный, можно считать год. Поэтому спасибо за наши мирные дни. Спасибо за ваш труд. Вы как многолетняя мать, пускай вас любит, ценит, уважает, как человека, как женщину, как бабушку, как мать. Поэтому, прежде всего, конечно, здоровья. И живите, и радуйте вас. Мы также искренне поздравляем дорогую Валентину Петровну с прекрасным юбилеем. Желаем здоровья и благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова